Сегодня ни одно расследование тяжкого преступления не обходится без судебно-генетической экспертизы. Категории правонарушений, по которым работают бреские эксперты генетики, разнообразны. Начиная от квартирных краж, заканчивая разбойными нападениями, причинением тяжких телесных повреждений. Наряду с этим ведется работа по нераскрытым делам прошлых лет. Примером такой работы является выявление генотипа в 2014 году на тот момент неустановленного мужчины, который совершил изнасилование женщины в трагическом районе Бресской области, а также на протяжении 20 лет с 1994 года по 2014 год совершал десятки подобных преступлений. И благодаря взаимодействию правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации его удалось установить. Им оказался 43-летний гражданин России, которого пресса по его местам преступлений уже окрестила. Тушинский маньяк, Петро Творцовый маньяк. Мужчина был задержан и осужден. Сложно представить, как долго бы раскрывались преступления, если бы не случилось великого открытия – генетической дактилоскопии, определения личности по биоматериалу человека. Бесспорно, генетическая экспертиза является мощным инструментом в разоблачении различных категорий преступлений. Но эксперты генетики помогают не только правоохранительным органам в раскрытии дел, они еще решают вопросы спорного родства. Врезкие судебно-медицинские эксперты выполняют такие экспертизы как по заявлению суда, так и по сообщениям граждан. Ежегодно проводится около 300 экспертиз. Чаще инициатором такого рода проверок становятся мужчины, которые не уверены в своем отцовстве, особенно когда дело касается алиментов. К нам обращаются жители Бреста и Брестской области о проведении отцовства по заявлению. Мы можем проводить их как юридически, которые имеют юридическую силу, так и без юридической силы, когда они предоставляют свои образцы анонимно. В данном случае нам предоставляются образцы, мы не знаем ни кто папа, ни кто ребенок, отбирается все анонимно. Даже иногда мамы не могут знать, что папа что-то проводит, когда он сомневается, когда соседи говорят, что-то твой ребенок не похож на тебя, у тебя голубые глаза, у ребенка карие. Папа сомневается, пока мама не знает, отбирает образцы, проводит экспертизу, забирает результат. Иногда успокаивается, иногда подтверждает сомнения своих друзей. Иногда к нам приходят мамы с детками прямо из-за дома. Такая практика довольно нередкая в наши дни, так как мамы по тем или иным случаям решают рожать дома, не обращаются в медицинское учреждение, и у них нет никаких документов о том, что данный ребенок является их ребенком. В данном случае проводятся экспертизы по материнству. Переоценить значимость открытия уникальности ДНК невозможно. Каждое исследование – это сложный и трудоемкий процесс, требующий серьезных знаний и опыта. Именно такого уровня наши брестские судебно-медицинские эксперты.